Здравствуйте! Симптомы наличия паразита в организме человека могут быть схожи с другими болезненными состояниями. Но все же, если их несколько из тех, что я скоро перечислю, то, скорее всего, у вас паразиты есть. Вообще паразиты есть практически у всех людей. Вопрос только, какие виды, в каких органах и тканях есть. Не все находятся в кишечнике, как вы думаете. И вопрос в их количестве, беспокоит что-то, нет, и принимает ли правильно симптомы человек за то, что есть. Да, есть метод медицинского исследования. Например, анализы на яйца глист. Всем хорошо вам знакомы с детства, да? Но это определение, знаете, не на паразитов вообще, а только на один вид, на острицы. Просто у детей острицы очень часто бывают, почти у всех есть, потому вот анализ на яйца глист, это анализ только на острицы. А паразитов сотни видов. Так вот, есть второй метод, иммуноферментный анализ крови на антигены. Но это надо сообщить врачу. На что брать анализы, на какие конкретно виды паразита вы хотите определить, есть они у вас или нет, по анализам. А откуда вы узнаете, на какие? Ну, разве что из моих лекций. И просто взять самые распространенные и провести на них иммуноферментный анализ крови, вот это исследование. Еще правильнее сделать так, пройти сначала биорезонансную методику исследования, ну, типа по методу Фоли. Тогда вам обнаружат и то, что у вас сейчас есть, и то, что было, но сейчас, может быть, уже и нет. Потому что просто остался волновой след. Да, именно так это и бывает. Не факт, что то, что найдут на биорезонансе, у вас есть в данный момент. Но зато с тем, что найдут, можно пойти уже сдать иммуноферментный анализ крови на это и уже тогда точно определить, что действительно есть в данный момент времени, а чего у вас уже и нет. А можно проще подойти к вопросу, просто профилактически, ну и, конечно, по симптомам, если они у вас есть, проходить два раза в год. Или травяные курсы лечения, о которых я сейчас вот прям вам поясню. Или, что лучше, набор антипаразитарный, куда и травы входят, но главное, некоторые грибные действующие вещества. Ну, например, вещество хиномоноз из гриба-лисичка. Итак, симптомы наличия паразита в организме. Слабость, потеря веса, зуд, в анусе и других интимных местах. Очень частый характерный признак тут либо паразита, либо грибки. Это тошнота, вздутие живота. А еще характерный признак, это такой толстый, выпирающий вперед и свисающий вниз живот. Особенно при том, что общая масса тел у вас вполне нормальной, избыточной жировой ткани нет. Это характерно для наличия в организме ленточных червей, например, бычьего цепня или иных. Ну, еще симптомы диареи и прочие кишечные проблемы, и вроде бы у вас нормально все с кишечником. И вроде бы питание меняете, а все-таки никак не проходят у вас вот эти дисбактериозные разные состояния. Еще очень характерный признак, это ночью изо рта течет слюна. Плюс еще, вот когда человек скрижещет, особенно дети, зубами во сне, это признак остриц, 100%. Еще признаки, низкий гемоглобин, железо, ферритин, при том, что у вас нет пулевых ранений, что кровью вы не истекаете, тогда запомните и передайте врачам не очень, вот именно я говорю о не очень тех, кто, видя эти симптомы у пациентов своих, не говорит им срочно сдавать анализы, например, на аскорид и других некоторых паразитов. Аскориды, напоминаю, взрослые особи из кишечника, пробуравливая его, высасывают просто кровь, они пьют кровь, поэтому и есть потери железа, ферритина, гемоглобина. Но многие врачи сейчас этого просто не знают, и это, кстати, тест на них по профнепригодности. Итак, если у вас нет язвы проводной, если у вас нет иных потерь крови в данный момент времени и до взятия анализов именно, да, речь идет об этом, конечно, то тогда у вас, скорее всего, паразиты на 100%. Хотя симптомов больше, но это требует долгих пояснений, потому сейчас я говорить это не буду, а в моих лекциях вы найдете ответы на все вопросы, ссылки на главные из них, чтобы вы не искали, я оставлю под этим видео. Итак, первое травы, второе более эффективная комплексная методика. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которые лечат артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею ввиду в других странах мира, где она работает. Первые травы. Ну, конечно, полынь. Всем это известно, она входит в известную тройчатку от Семеновой, так же, как и пижма. Ну и гвоздика. Кстати, гвоздика является еще противогрибковым средством, неплохим. Применяется также кора крушины, семена, укропы и тыквенные семечки, которые тоже отчасти ей глицтогонные средства, но тут есть нюанс, сейчас поясню. Да, скорлупа черного ореха отчасти тоже. Чеснок. Ну что ж, чеснок, конечно, это прекрасное средство, тем более, его я советую есть обязательно в момент прохождения антипроизитарных программ, хотя бы потому, что чеснок является прекрасным желчегонным средством, а желчезастой допустить в этот период нельзя, тем более, через общий желчный проток. Из печени, из желчного пузыря выходят, например, лямблии, если они у вас есть, это такие простейшие одноклеточные организмы, это большая проблема. И очень серьезная симптоматика. Кора дуба, да, тоже применяется, а особенно кора осины. Вот как раз кора осины гонит даже лямблии, то есть протозоидных простейших, а это беда 80-90% людей и почти всех детей. Это все кишечные проблемы, вплоть до поджелудочной железы, кстати. Но сложность здесь заключается в заготовке и хранении сырья. Коры осины, ну, во-первых, две недели в году есть, когда это необходимо делать, заготовку сырья, ну и так далее, чтобы не ушли лечебные свойства. Это, возможно, для этого просто придется потрудиться. А кто не хочет или не может, пожалуйста, у нас на этот случай есть уникальный препарат из коры осины эспинель. Почему уникальный? Ну, потому что он уникален в холодном методе вот технологии получения сырья, экстракта. И в результате полная сохранность всех действующих веществ лечебных, долгий срок хранения. И вы просто почитаете про свойства этого препарата, вот этого концентрата коры осины, полученных холодным способом по ссылке, которую я оставлю вам под этим видео. Программа по травам, в том числе и к применению коры осины, это 40 дней. Можно ли, вы спросите, с корой осины принимать другие травы? Можно по времени, просто разнесите, не вместе, не одновременно. Итак, травы это хорошо. Но выйдут тогда паразиты из вас не все, а только те, которые в данный момент времени находятся у вас в кишечнике. А ведь многие личиночные стадии развития проходят в разных тканях и органах. Например, у таксокары, это собачья аскорида, на глазном дне многие личинки передвигаются и потом перемещаются в теле иные ткани по лимфе и даже по крови. На многие ткани и вещества трав никак воздействовать не будут и не могут. Вы обязательно посмотрите мое вот это старое видео, ему лет 10, наверное. Но в нем вечная и полная информация, более чем достаточная для того, чтобы понять все и циклы развития, и как происходит заражение, какие паразиты передаются, например, от животных, какие нет, или посредством предметов. Как правило, гигиены необходимо соблюдать. В общем, это очень жизненно важная информация для каждого человека, понимает он то или нет. Ссылка на это видео будет под номером 1 под этим видео. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ну, конечно, можно использовать готовую методику Семеновой, это вот различные травы как раз. Но еще раз хочу подчеркнуть, вы не выведите полностью паразитов из организма травами никогда. Есть в этом смысле, если хотите травы, готовый экстракт трав, вот куда добавлены все необходимые самые сильные травы, в правильной комбинации, вот от паразитов, это огневка ультра. Ссылку, разумеется, также я на нее оставлю, но этот препарат входит в набор антипаразитарный, которому я скоро перейду как раз. Итак, уменьшить численность колоний паразитов и простейших травами вы сможете. Временно, разумеется. Но в природе ведь есть и более серьезные и используемые животными средства. Это грибы, высшие базидеальные грибы, которые содержат определенные вещества, полисахариды, фитонциды, которые и являются действующими. Ну, например, вот вещество хиномоноза, о котором я уже говорил, которое содержится в грибе лисичка, оно убивает даже яйца паразитов, не давая, ну скажем, вот запуститься циклу по воспроизводству. Понимаете? Вот почему это и важно, и в комплексную методику, вот в этот антипаразитарный набор, который вы сейчас видите на экранах, входит это вещество, это концентрат действующего вещества в составе препарата гриб-лисичка. Во-первых, я советую посмотреть это мое видео, гриб-лисичка. Во-вторых, хочу сразу предсказать некоторые вопросы и сказать, что заморозка, сушка выше 38 градусов уничтожает этот нестойкий полисахарид хиномоноза. Поэтому либо сырые грибы есть, но это надо 40 дней подряд и 2 раза в день. В общем, сложности определенные, понятно, кто не в лесу живет или там на опушке на садовых участках, где лисички есть, подгадать сезон, это можно все, конечно. Ну, а второй вариант это лабораторно полученное вещество из гриба лисичка, которое, собственно, сохраняется в капсулах. И применять круглый год можно, я советую еще раз говорю, 2 раза в год. Но это лишь часть программы. А вообще в антипроцитарную программу входит, например, гриб-трутовик лиственничный. Он нужен для того, чтобы поддержать печень, которая будет испытывать в процессе выгонки глистов, ну, большую нагрузку. Поэтому трутовик лиственничный, это сильное гепатопротекторное средство, это средство по детоксикации организма. Это же не просто так. Ну, а для поддержания иммунной системы гриб-шитаки водорастворимая форма с ее веществом, главным полисахаридом лентинаном, который укрепляет иммунитет. Как? Если захотите, посмотрите в моем видео гриб-шитаки, как это происходит, как вообще происходит, говоря глубже, шире, борьба наших иммунных клеток с раковыми клетками каждый день у каждого человека. И что же делает полисахарид лентинан? Будет интересно, посмотрите. А что еще нужно, ну, скажем так, желательно в период прохождения антипаразитарной программы? Будь с травами, то или с грибными препаратами, комплексная методика. Вот гель сорбент. Почему? Дело в том, что выводить яды, токсины, метаболиты из организма очень важно. То есть, если трутовик лиственничный, грибной препарат, он укрепляет печень, то связывает, выводит яды, чтобы они не попали в печень, уже в кишечнике, и выводит из него. Также налаживает работу нашей симбиотической кишечной микрофлоры, что очень важно. И в этот период тоже, тем более, поддержать организм, а иммунитет начинается, и вообще это кишечник, многие ученые считают, что и есть наш главный иммунный орган, это правильно, в общем. Так вот, нашу кишечную микрофлору, гель сорбент, вот именно этот гель, и это и сделает. Почему именно он, какие его отличия от других? А посмотрите видео, не поленитесь, про этот гель сорбент, созданный учеными Новосибирского академгородка. Помните, что хотя и паразитов надо именно гнать из организма, а не убивать в организме, но часть все равно погибает, остается. И они, мертвые, начинают фактически гнить в организме. Это токсичные отравления, если через кишечник они не выйдут, не все, скажем, потому что у некоторых есть такие крючки, они цепляются, не выходят. То тут две вещи вам необходимы, и это разумно, логично. Во-первых, этот гель сорбент для выведения токсинов. А симптомы тут от головной боли до озноба могут быть, ну, как любое отравление, как вот при повышенной температуре похожее. То вторая важная процедура уже, которая помогает, скажем, в детоксикации организма, и это очень важно, это очистительная процедура с магнезией кружкой эсмарха. Недавно у меня было видео сокращенное, сжатое, только сама суть, что называется, про эту методику очистительную. Вот посмотрите это видео, я его тоже по ссылке оставлю вам под этим видео. Итак, тогда кишечник будет очищен, печень поддержана, кишечная симбиотическая микрофлора, не то, что не погибнет, как некоторые боятся при клизмах и так далее, а наоборот, будет лучше, а патогенная уйдет как раз, то есть одни плюсы, если правильно все системно делать. То есть вот антипаразитарная программа, вот гель сорбент, ну и еще я советую, конечно, фулевую кислоту, можно с кремнием, можно с магнием или с витамином В9. Во-первых, чтобы дефицита питательных веществ не было, тем более при процедурах очищения организма магнезии кружкой эсмарха. К тому же потребность в них возрастает, когда гонишь глистов. Ну вот фулевые кислоты как проводник, идеальный проводник питательных веществ, обеспечат этими веществами клетки организма гораздо лучше, до двух-трех раз. Плюс это мощнейшие антиоксиданты. Кто не смотрел мое видео про фулевовые кислоты, непременно посмотрите, не пожалеете. Ну а чеснок, конечно, ешьте, особенно с жирной пищей, с маслами в салатах, с авокадо и так далее. Чеснок очень важен, потому что он провоцирует выработку желчь, а желчь лучше расщепляет жиры, и в этом смысле это тоже важно. Кстати, в программу, у нас есть такая программа, по регенерации клеток печени, по детоксикации печени набор антипаразитарный входит в обязательном порядке, и в первый месяц из общей методики системы применяется именно антипаразитарный набор, потому что это два в одном. И удаление из организма паразитов, и укрепление и поддержание печени, то есть уже гепатопротекторные свойства у этого набора уже есть, это хорошо. Поэтому антипаразитарная программа правильная, это еще и важная часть детоксикации и регенерации клеток печени. А если у вас, дорогие товарищи, есть какие-то проблемы с печенью, любые, то, безусловно, антипаразитарная программа это первое, с чего надо начинать. Помните, травы данные, антипаразитарные, они не являются гепатопротекторными, а этот набор и сильнее по своим антипаразитарным свойствам, и еще по гепатопротекторным очень силен. Как приобрести все то, о чем я говорил, вот этот антипаразитарный набор, фульвовые кислоты, гельсорбент и так далее, все это вы увидите по ссылкам под этим видео, переходите на наш сайт nadgard.ru и приобретайте на нем эти и другие нужные полезные продукты, препараты и другие товары. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране, поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok